Девчонки на меня накакали эти голуби прямо на голову. Девушка мне помогает снять. Я участвую в школе. Я участвую в школе. Я участвую в школе и работаю в моей семье. А из твоей семьи? Да. Твоя семья живет в Куападово? Не все. Браво! Вы интеграли хорошо в Марокко? Да, не все. Мои родители еще в Марокко. Сейчас я работаю с моим зимой. А, вы везете в casa Лора? Когда вы студите? Да, я сама. Как вы называете? Зора. Браво! 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 Девчонки! Девчонка Марокко только что, говорит, закончила биологический факультет университета. Помогла мне почистить голову от какашки голубей. Я в шоке просто. Как так можно? Проходила там была стая голубей и чайки накакали прямо мне на голову. Говорят же, что это приносит фортуну. Пойду, наверное, куплю себе лотерею. Смотрите, какое небо синее-синее сегодня. Ой, смех и грех. Вот видите, как девчонки, она из Марокко, молоденькая девочка лет 23-24. Вот такие вот люди. А вот очень много говорят плохо об эмигрантах. Это неправда. Во всей нации есть хорошие люди и мало плохих людей. Ну, где-то один процент, наверное, плохие люди. А все остальные хорошие. Почистила своей картой вот этой бумажной. Достала салфетки. Прямо мне чистила все волосы. А я почувствовала, как прямо упала на меня вот эта вот какашка голубя. Ой, я сама от смеха угораю сейчас. Смотрите, как красиво все-таки в солнечный день. Правда, девчонки? Такое счастье, такой мир, такой покой. Да, сегодня 1 февраля. Да, с 1 февраля пускают везде только с зеленой карточкой. Да, да, я сейчас должна зарядить 10 евро мой телефон. Пойду в табаке вот здесь вот рядом. Говорят, даже в табаке теперь надо показывать зеленую карточку. Потом после сеанса у доктора хочу вот зайти все-таки в бутик. А еще видела, знаете, что я видела еще, что, по-моему, на Патриции Пепе наступило 50% распродажи. Во всяком случае, онлайн было написано, что 50%. Помните этот, который комбинезон из джинсы? Патриция Пепе, 38 размер, 169 сейчас стоит. Было 300 с чем-то евро и теперь 169. Какая красота сегодня! Боже, просто прелесть! Всем здоровья и добра! Не забывайте подписываться, ставить лайки. Посмотрим, что будет дальше в прекрасной Италии. Девчонки, извините, прервалась. Так интересно. О, я сегодня так выспалась, так классно выспалась. До часу ночи смотрела фильм «Жар птица» 2021 года выпуска о любви между двумя мужчинами во времена Советского Союза в 70-х годах между солдатом и лейтенантом. Такой фильм трогательный. Конечно, многие, которые против геев, они будут воспринимать этот фильм отрицательно. А так как у меня есть спокойно... Я дружу со всеми и геями, и лесбиянками, и нормальными, и гетеросексуальными. Я всегда дружу со всеми. Главное, чтобы человек был хороший, добрый, человечный, душевный гуманист. Поэтому я спокойно отношусь к сексуальным меньшинствам. В конце я вообще даже расплакалась за их любовь. Потому что лейтенант, который уже стал капитаном, отправит его в Афганистан на войну. Он был летчик. Хотя фильм не русский. Фильм сделан, по-моему, в Эстонии, насколько я поняла. Играет даже русского солдата, не русский по национальности. А играет, по-моему, насколько я поняла, или американец, или эстонец. Не знаю, в общем, насчет этого не смотрела. Но сам факт фильма, сам фильм такой классный вообще. Здесь стоит 1 евро кофе. Ну, придется выпить или здесь. Хотя бы здесь и солнышко посижу. Здравствуйте! Можно купить кафе макетто кальдо? Да, очень хорошо. Сяду вот сюда вот на солнышко. Напротив Прата де Лавале. Хотя меня немножко удивляет цена. 1 евро. Вот так вот сяду, да? Хоть вы посмотрите со стороны Санкт-Антонио. У меня всегда появляются подозрения, когда что-то дешево стоит. Не суррогат ли китайский? Ха-ха-ха. Смешная я такая. А вот так вот. Какое прекрасное солнышко сегодня, девчонки! Такое счастье! Вчера так было сыро опять. А сегодня вот. Смотрите, как строили эти грандиозные церкви 800 лет назад. Вы представляете? Санкт-Антонио, который делает мираклы чудотворные. Со всего мира проезжают туристы, чтобы поклониться, помолиться, попросить, попросить чудо. А, это ее! Ха-ха-ха! Не поймешь, не поймешь, не поймешь. 1 евро? Нет, а другие вещи. 1 евро? 1 евро, спасибо! Спасибо, спасибо! Спасибо! Вот так вот. Девчонка-официантка перепутала меня с другой девушкой в полушубке. Всем здоровья и добра! Не забывайте подписываться, ставить лайки! Теперь поняла, почему 1 евро стоит. Это, оказывается, какой-то вот такой другой кофе. Называется Мурена. У них прямо даже такая реклама вся. Ха-ха-ха! Они вот эти вот, которые мы привыкли пить. Кафе Дием, Кафе Лили, Джилли или кто там еще. Что там еще? Ну да, чувствуется другой вкус. О, не могу закрыть. Ой, добрый день, девчонки! Давно-давно не снимала здесь, не проходила около этой речки. Утят нет, не танцуют свой балет утята хороводом. Вот такой вот солнечный прекрасный день. И сейчас я вам покажу. Боже, столько строится, столько ремонтируется. Здесь у нас проезжает... Вон он, Санкт-Антонио вдалеке. Но, к сожалению, очень много фургонов. Что это так много народу прошли? Что за феста? Куда все идут? Что это так много народу прошли? Что за феста? Куда все идут? Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok